Продолжение следует... Уникальную для США ситуацию, когда президент страны жалуется на масштабные нарушения во время выборов, мы обсуждаем с научным сотрудником Северо-Западного университета в Иллинойсе Ольгой Каменчук и правозащитником Юрием Ерымагаевым. 29 ноября, через три с лишним недели после президентских выборов, Дональд Трамп дал свое первое крупное интервью. Разговор с Марией Бартирома, ведущей телеканала Fox News, был необычным. С одной стороны, президент предъявил претензии к процедуре подсчета голосов, настаивал на том, что имело место масштабное мошенничество, призывал в свои сторонники здравый смысл, говоря, что его соперник Джо Байден попросту не мог получить на 16 миллионов голосов больше, чем получил Барак Обама 8 лет назад. С другой стороны, Дональд Трамп седует, что ему не удается добиться рассмотрения исков Верховным судом, а его собственная генеральная прокуратура не хочет расследовать преступные, по словам президента, деяния его оппонентов во время подсчета голосов. В ответ на просьбу уточнить, что дает ему основания для таких заявлений, президент говорит о случаях, когда люди приходили на избирательные участки, а за них уже кто-то подал бюллетени, о том, что наблюдателям не всегда давали возможность следить за подсчетом голосов, и о том, что Пенсильвания, например, не имела права продлевать сроки подсчета голосов без согласия легислатуры штата, что дает основания, по его словам, признать результаты выборов в этом штате не имеющими силы. Проблема для президента, впрочем, состоит в том, что суды разных инстанций в нескольких штатах отвергли практически все иски его избирательного штаба, и президенту, в распоряжении которого находится большой государственный аппарат, остается лишь жаловаться на то, что он считает несправедливостью. Ольга Каменчук, суды отвергают иски Трампа, приходя к выводу, что президент либо не доказал фактов нарушения избирательных процедур, либо эти нарушения были небольшими и не могли повлиять на результат выборов. С вашей точки зрения, каков сейчас наиболее сильный аргумент Дональда Трампа? Из всего, пожалуй, я обратила бы внимание лишь на сроки подсчета голосов. Собственно, не только после окончания голосования, но и начинают ли подсчитывать до закрытия избирательных участков. В большом количестве республиканских штатов как раз было принято решение не начинать подсчет дистанционно поданных голосов до закрытия избирательных участков. Что, кстати говоря, и привело в том числе к созданию иллюзии, о которой, кстати, ученые говорили перед выборами. Иллюзия того, что вот сначала выигрывает, возможно, может выиграть Трамп, а потом вот оказывается, что Байден добрал голоса. Мы знаем, что хотя консервативно настроенные избиратели также очень активно воспользовались возможностью дистанционного досрочного голосования, но все-таки в большей степени этой возможностью пользовались демократически настроенные избиратели, особенно в крупных городах. И, соответственно, когда мы получали результаты голосов из крупных городов, там тот же Милуоки, да, или Детройт, там мы видели поступление этих голосов существенно меняло картину избирательную в штате в пользу демократа, в пользу господина Байдена. Вот это серьезно. Об этом можно было говорить. О том, продлеваем мы подсчет голосов, не продлеваем. Дали ему временный подсчет. Хотя и тут, вы знаете, на самом деле это не такая большая проблема. У нас, например, есть голоса военных, которые поступают из зарубежных военных баз в течение определенного количества времени. И это было принято всегда, что мы подсчитываем, учитываем эти голоса дольше. Действительно, единственного заметного успеха в судах штаб Трампа добился в Верховном суде, оспаривая законность продления крайнего срока подсчета голосов, полученных по почте в Пенсильвании. Правда, победа эта была не окончательной. Суд лишь потребовал от штата держать эти бюллетени в стороне в случае, если они будут признаны недействительными. При этом не менее десятка других исков Трампа были отвергнуты в разных штатах. Похоже, что судьи не видят доказательств масштабных нарушений при голосовании. А вот конституционность расширения голосования по почте все-таки вызывает некоторые сомнения. Но, понимаете, вот эти разговоры по поводу того, когда поступали голоса, сколько их было, и вообще были ли вбросы, вот они сейчас пытаются новую тему, что якобы голоса настоящие, нормальные, но их считают по три раза за демократов. Тоже такая вот история есть. Вот эти истории, они гуляют, подтверждений, как правило, им нету, как, собственно, и другим историям и слухам. Но, тем не менее, они создают ощущение сложности американского избирательного процесса больше, чем он является. Подрывает доверие американскому избирательному процессу. До выборов по опросам большинство американцев, причем независимо от того, демократы это были или республиканцы, высказывали опасения, что голоса могут быть подсчитаны неверно. То есть определенный объем сомнений был уже тогда. Да, демократы переживали, волновались за счет того, что могут быть проблемы с почтой. У нас все лет об этом тоже писали, да, и действительно были свидетельства о том, что происходит, как снимается сортировочное оборудование, чтобы усложнить и замедлить процесс подсчета и пересылки корреспонденции. А с другой стороны, республиканцы боялись, что вот появятся мертвые души, и кладбище будет голосовать. Но вот большая часть обвинений, которые все-таки прозвучало, с которыми выходила юридическая команда господина Трампа в суды, не имела под собой никаких серьезных доказательств. Юрий Еромагаев, еще один удивительный факт. Президент страны говорит, что ФБР и правоохранительные службы не хотят расследовать возможные факты мошенничества во время организации голосования и подсчетов голосов. В то время как генеральный прокурор страны Билл Бар, как считалось близкий Дональду Трампу, чиновник заявляет, что выборы были сравнительно честными. Крупных нарушений не обнаружено. Как это понять? Во-первых, давайте уточним. Бар ни в коей мере не сказал, что он не нашел ничего. Я как раз посмотрел интервью Бара. Бар в нем сказал, что они обнаружили неправильные голоса в масштабах до 6 тысяч голосов в разных случаях. Это не называется ничего. И 6 тысяч в одних случаях или в других – это большое количество голосов. Он ни в коей мере не сказал, что не было злоупотреблений. Он считает, что пока из тех злоупотреблений, которые они обнаружили, этого недостаточно для того, чтобы изменился исход голосования. Что касается Трампа, его позицию можно понять. За него проголосовало 74 миллиона человек. И многие из этих людей до сих пор не могут поверить, что он проиграл. Потому что они видели и для себя, и знают, что его президентство было очень успешным. Особенно в экономике и в других областях. И они не могут понять и принять, каким образом он мог проиграть. И с их стороны есть безусловное давление и ожидание, что эти выборы должны быть расследованы до конца. И Трамп в большой степени действует, как бы чувствуя себя обязанным по отношению к этим людям. Соответственно, он применяет все совершенно легальные способы, чтобы максимально исследовать это дело. И в конечном итоге прийти к выводу, что либо эти выборы действительно перевернуты, либо окончательно убедиться, что он проиграл. И я не вижу в этом ничего плохого. И когда говорят, что его поведение опасно, я считаю ровно наоборот. Он не призвал людей сразу выйти на баррикады, когда Байдена объявили победителем, а пошел по довольно медленному и законному пути судебных исков. И если накопился в первый момент большой пар среди его избирателей и тех, кто считает, что он выиграл, то я как раз считаю, что такой процесс будет способствовать тому, что этот пар будет спущен. В такой мере неправильно считать, что его поведение приводит к накалу страстей. Мне кажется, что наоборот, вот такой долгий, медленный и законный юридический процесс скорее приходит к их успокоению. Вы говорите, что Дональд Трамп не возбуждает страстей, но при этом немало людей считает, что он оказывает дурную услугу стране и американской демократии, внушая людям сомнения в честности избирательного процесса, одного из столпов американского общества. По меньшей мере президент возбуждает недоверие к институту выборов, громко заявляя о его коррумпированности. Во-первых, понятие коррумпированность – это вещь крайне относительная. То есть какой-то элемент коррумпированности, безусловно, всегда во всем есть. То есть, опять же, Трамп в своем репертуаре. Мы знаем, что он склонен к очень резким заявлениям, к заявлениям крайним, и ничего неожиданного в этом нет. Считаю ли я это опасным? Нет, я не считаю. И я считаю, что эта ситуация разрешится и разрешится нормально. То есть то, что нарушения были, это безусловно. Насколько их было много, как было много, мог ли быть другой исход этих выборов, до конца выяснено не будет. Но если даже были нарушения, и если даже кого-то поймали на том, что он у кого-то спер бумажник, это не значит, что его можно обвинить в том, что он ограбил банк. Поэтому даже когда будут, и они безусловно будут доказаны, многочисленные нарушения, если при этом не будет доказано, что их было достаточно, чтобы изменить выборы, на этом все закончится. И ничего дальше не будет. И Трамп признает свое поражение, Байден будет президентом Америки. Говорит Юрий Ерымагаев. Мы продолжим разговор о том, как Дональд Трамп продолжает бороться за победу на выборах. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Об отчаянии президента Трампа на фоне затянувшегося поствыборного процесса мы говорим с Ольгой Каменчук и Юрием Ерымагаевым. Слушайте нас также в эфире и на сайте «Радио Свобода». Ольга Каменчук, не оправдались страхи противников Трампа, утверждавших, что он подрывает, расшатывает американский демократический механизм? Ведь смотрите, президент вынужден действовать в рамках этого механизма, полагаться на суды, несмотря на то, что суды продолжают выносить решения не в его пользу. Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, американская система устояла. Это очень хорошо. Но то, что она скрипит по швам, это очевидно. Конечно, подрыв доверия к американскому избирательному процессу, к американской демократии, это очень серьезно. И то, что риторика господина Трампа привела к увеличению количества преступлений на почве ненависти, расовой в том числе, и антисемитизма, это тоже факт. Что такое риторика ненависти? Призывы, в том числе, оскорбления людей иной расы, другого пола. Это же все было в 2016 году, в 2017, на протяжении его президентства. Он оскорблял ветеранов, он оскорблял людей другой веры, мусульман. Это же было постоянно. И это ненормально для Америки. В Америке не проходят таким образом выборы. Они могут проходить это в другой стране, но в США, как правило, проигравший человек, проигравший политик уходит с достойно поднятой головой и остается в истории. Поэтому, конечно, ущерб есть, в том числе и избирательной системе США, доверию демократической системе США. Юрий Ермагаев, мне кажется, все-таки не все согласятся с причинно-следственной связью, которую предлагает наша собеседница, в том числе, с причинами роста преступлений на почве ненависти, что действительно наблюдалось в последние годы. Это же на абсурд, я бы сказал, связывать все явления, происходящие в обществе, с Трампом. Дело в том, что помимо Трампа существует миллион других факторов, которые действительно могут вызывать и антисемитизм, и расовые преступления, и все прочее. Они гораздо более серьезные. Когда мы имели полгода Антифу и Black Lives Matter, которые нагнетали все расовые противоречия в этой стране, то намного более серьезнее и существеннее, чем все остальные вещи, то игнорировать эту вещь и все это сводить к Трампу, это несерьезно. Я также не вижу никакой угрозы, которая якобы существовала в нашей системе, которая чуть не трещала. Я не понимаю, в чем эта угроза состояла. Я только хочу насчет принятия или не принятия результата выборов. Я только хочу напомнить одну вещь, что половина этой страны, левая либеральная и демократическая, в течение четырех лет не могла принять факт, что Трамп был выбран президентом. И это проявлялось во всех, как мы знаем, отношениях и во всех заявлениях со стороны демократов. И очень большая часть этих демократов так до конца правления Трампа в течение четырех лет этого никогда не приняла. Но только госпожа Клинтон приняла свое поражение и выступила достаточно быстро с речью. Приняла поражение на словах. В отличие от Трампа. Она отрицала это все следующее время во всех своих заявлениях и говорила, что Трамп не мог выиграть эти выборы. Большая часть лидеров демократической партии продолжала отрицать легитимность Трампа и так до конца его срока это продолжает. И в этом смысле я бы сказал это был самый беспрецедентный случай по крайней мере за последние десятилетия в смысле выбора президента. Такое непризнание результата выборов которые продемонстрировали демократы и левое крыло партии мы до сих пор не видим. Ольга Каменчук если посмотреть на ситуацию с другого ракурса с российского Кремль и государственные СМИ используют эту ситуацию чтобы внушить россиянам мысль о том как замечательна российская стабильность на фоне американского безобразия как вы считаете могут извлечь россияне некие полезные выводы из американского опыта? Я вот в этой ситуации как раз хочу протянуть руку моему оппоненту консерватору очевидному поскольку я знаю что консерваторы как и либералы американцы скептически относятся к тому что происходит в России к российской избирательной системе и к тому можно ли вообще называть ее демократическим процессом и почему я говорю о том что все-таки наша система устояла и междуамериканская система устояла она устояла у нас возможно вот такие дебаты у нас возможно мне критически отзываться о действующем пока действует президенте Трампе в России такое возможно? нет потом ну вот хорошо в 2016 году я была на последних выборах кстати была в России мы проводили исследования по всему миру там и Индонезии и ЮАР и Франции и вот Россия и США ну даже просто на улицах стоят стоит бывая техника огромное количество военных такого в Америке нету разница очень большая но обычно когда сравнивают избирательный процесс и оценивают его говорят о двух основных компонентах справедливость и честность выборов справедливость ну например доступ оппозиционных политиков к средствам массовой информации свобода СМИ и так далее а честность ну как были посчитаны голоса в итоге так вот если мы говорим о российском избирательном процессе то о каком свободном доступе оппозиционных политиков там к СМИ например можно говорить такого нет почти все СМИ под контролем государства все-таки основное поле информационное зачищено и оппозиция если идет на выборы то в основном такая опереточная оппозиция а что касается подсчета ну там обычно победителя известно сразу даже еще до выборов ничего никаких особенно судов дебатов споров не происходит поэтому конечно при том что у нас тут сейчас вулкан США но тем не менее все-таки я бы не стала сравнивать проблемы избирательного процесса США и российского ну конечно сравнивать их можно но между ними огромная-огромная-огромная пропасть то есть Америка все-таки дает повод для зависти несмотря ни на что россияне очень увлеченно сидят за нашими выборами вот в 16-м году у них там свои были а они внимательнее больше интереса проявляли к американски мы сейчас то же самое мы наблюдаем Юрий как вы считаете могут ли россияне извлечь что-то для себя из опыта американских выборов ну какой урок может извлечь курица из того что когда орлу подбили крылой ему стало труднее летать куром летать не суждено а в орла превратиться ее даже лосенко не сможет а и лишь когда прилетит другой орел уберет курицу ее сменит можно и опыт будет перенимать так вот сходство между российскими и американскими выборами не больше чем между курицей и орлом в Америке свободные демократические выборы а в России их просто нет потому что для того чтобы выборы были свободными и демократическими должно быть выполнено несколько главных условий и почет голосов при этом не самый главный а большинство этих условий пока в России нет первое что необходимо чтобы сама страна в которой происходят выборы была свободная второе что важно чтобы государство было правовым то есть были законы которым бы все подчинялись и в первую очередь правители страны к тому же важно чтобы выборы были значимыми то есть чтобы для каждого человека который голосовал был бы важен исход выборов и при этом он бы считал что его голос влияет на этот исход но вот ничего из того о чем я перечислил в России по сути нет свободная страна она не является нету ни свободы прессы ни свободы создания партии предвыборной кампании правовой страну очень трудно ее назвать когда безнаказанно убивают и отравляют лидеров оппозиции которые могут быть конкурентами в голосовании но главным условием для свободных и демократических выборов их могут осуществить только свободные и независимые люди если рабам дать возможность голосовать и избирать своего руководителя они скорее всего изберут своего рабовладельца Юрий как-то жестко если не жестоко вы отзываетесь о России и ее электорате я оцениваю достаточно трезво я бы сказал и я не говорю это обо всех людях которые живут в России безусловно нет и в России уже появилось какое-то и достаточно значительное количество более свободных людей или свободных людей особенно в молодом поколении но этого недостаточно для того чтобы все выборы в которых должно участвовать все население было свободно а людей которые так и остались не свободными особенно в старшем поколении советских времен а обсуждение выборов как правило совершенно непропорционально сейчас и соответственно сравнение и уроки о которых мы говорим сводится именно на этом одном пункте это правилом голосования почета голосов если голоса почитываются правильно выборы хорошие ну так понимаете вот представьте себе даже в советском союзе если бы не было никаких злоупотреблений голоса считались точно но Брежнева скорее всего набрал бы больше половины голосов и тоже можно сказать о Путине в России и возможно даже сказать это о Януковиче в Украине и даже о Лукашенко в Беларуси но ни в одном из этих случаев даже если бы не было злоупотреблений даже если бы голоса были посчитаны правильно даже если бы они набрали больше 50% мы все равно бы не могли назвать ни одни из этих выборов свободными и демократическими именно потому что не выполнены главные параметры для таких выборов и я считаю например что оранжевая революция и Евромайдан или массовые протесты которые сейчас идут на улицах белорусских городов являются более демократическими выборами чем все эти голосования за Януковича Лукашенко и так далее даже если бы они производились по всем правилам самым абсурдным примером этому насколько неправильно отождествлять точный подсчет голосов со свободными выборами это предлагаемые выборы в ДНР и ЛНР этот нормандский процесс и формула Штайнмайера предписала проводить выборы на этих оккупированных территориях под контролем международных наблюдателей но если даже там будут правильно посчитаны голоса и даже если в результате этих голосов окажется что больше половины людей проголосуют за кремлевских марионеток будут ли иметь эти выборы хоть какой-то смысл ну конечно нет территория оккупирована более миллиона людей оттуда самых активных причем жители оттуда эвакуировалось тем кому пришлось остаться запуганы захватившими их бандитами такие выборы чистая профанация причем профанация очень вредная потому что она способствует легитимизации нелегитимных режимов и такой же легитимизации были выборы в Советском Союзе и в определенной степени являются российские выборы даже сейчас Ольга в Америке глава ФБР говорит о потенциально нескольких тысячах неверно учтенных голосов на этих выборах можно ли что-то сказать об уровне избирательных манипуляций в России если мы судим о выборах предыдущих в 2016 году и не только в 2016 и в 2018 и в этом году у нас были два года назад выборы в Конгресс регулярно проходят выборы проводятся регулярные расследования и замеры в том числе манипуляции они конечно существуют но масштаб совершенно не сопоставимый там одна тысяча здесь это одна история а вот когда речь идет уже об огромных сбросах которые мы наблюдаем в том числе в России не в России не единственная страна в которой такое происходит это совсем уж другая история другое дело что в Америке действительно каждый голос имеет значение every vote counts у нас по сути не одни выборы даже это президентские а таких 50 выборов но по сути 10 в колеблющихся штатах которые по сути решают кто победит на выборах да из-за того что у нас олеги выборщиков по сути голосуют в итоге там действительно расхождения могут быть очень небольшим в 2016 году расхождения в той же Пенсильвании были очень небольшие на выборах там если я не ошибаюсь разрыв был в считанные десятки тысяч голосов да там очень мало или история с тем же гором в Флориде а там и вовсе разрыв был в сотне голосов и там действительно имеет каждый голос имеет значение и в этом году я думаю кстати было хорошо хорошая явка была и среди консервативных избирателей и среди либеральных избирателей такого участия активно в выборах американцы давно не знали активный большой интерес и конечно даже в этой ситуации когда голосуют миллион больше ста миллионов человек там 80 это 70 из одного из другого 150 миллионов мы говорим о других цифрах но даже в этой ситуации поскольку все-таки у нас векторальный колледж буквально каждый голос имеет значение я считаю что уравнивать такая попытка происходит в российских СМИ в том числе создать впечатление массовых фальсификаций в США это в том числе попытка дискредитировать американские избирательные процессы западной демократии в целом к сожалению она удачна зрители телевидения в это верят ну это особенность российская сейчас там да поэтому я говорю что в ближайшее время я больших изменений каких-то не вижу поскольку телевизор по-прежнему будет править бал а он контролируем властями Юрий Еромагаев вы похоже сходитесь с нашей собеседницей в этом из вашего анализа на мой взгляд следует что свободных выборов в России нет они возможны только в свободном обществе и за какую нитку за какой конец потянуть чтобы добиться перемен непонятно ни в коем случае в моем анализе нет безысходности я всю жизнь сам боролся за демократию в России и более того я в дальнем прицеле я оптимист и я считаю что Россия будет двигаться в этом направлении просто главная основа демократии не правильный почет голосования при выборах а свобода и права и просто именно это тот конец за который как вы говорите и надо тянуть это то главное что надо добиваться в изменении российского общества делать его более свободным и более правовым тогда автоматически из этого будут следовать и свободные демократические выборы это следствие на самом деле свободы и прав а сами они свободы и права не создают права можно создавать и можно увеличивать в стране я надеюсь что это будет происходить это был подкаст американские вопросы который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин об отчаянии Дональда Трампа мы говорили с сотрудником северо-западного университета Ольгой Каменчук и правозащитником Юрием Ерым Агаевым слушайте подкаст в эфире на сайте радио свобода подписывайтесь на подкаст на iTunes Google Podcasts Яндекс Мьюзик на следующей неделе впрочем нового выпуска подкаста не будет я беру отпуск а 18 декабря возвращаемся в строй субтитры Продолжение следует...